Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Это путь со дна, день второй. Публикация запланирована на один из предновогодних вечеров, поэтому хочу заранее поздравить всех с наступающим или наступившим уже Новым Годом. Желаю вам крепкого здоровья, много-много радости и чтобы все ваши самые смелые мечты и желания исполнились. Всем приятного просмотра. Поехали. Так, подъехала страховка, но страховка, по-моему, сломалась в Таркове, потому что эти вещи я не страховал. Откуда у меня МПХ, Айга, я с ними вообще не ходил в рейды. Разгрузка. БТ-патроны. Застрахованы в пачке причем. Видимо, какой-то баг или что-то страховка неправильно работает. Итак, у нас на повестке дня несколько квестов. Один из них это найти в рейде газоанализатор. Прапору осталось принести всего две мурки. Чтобы выполнить этот квест, я должен выполнить сначала поручение квест от механика, чтобы открыть егеря, купить у него две мурки и сдать по квесту пробу пера для прапора. Квест выполняется на локации лес и дуб практически налегке. Беру только разгрузку и мосинку глушеную. Заспавнился я, в общем, на ВСРФ, поэтому у меня выход на окраине. Я в ту сторону буду поддержать. Даже, наверное, неплохо, что я заспавнился именно здесь. Сразу же схожу, заберу письмо. Одно из недавно добавленных мест. База МЧС. Я туда еще не ходил, ничего не лутал. Я только на ПВЕ-режиме пробежался, посмотрел примерно новую территорию. Вот там кто-то на минах подрывается. Расширили локацию. Помните снайперскую скалу южный? А выход, где джип стоял, вот в ту сторону расширили локацию в основном. В том направлении, скажем так. Но локация стала гораздо больше. И теперь края локации в некоторых местах, это не просто какой-то забор или водная преграда, да, какой-то там водоем. А теперь это минные поля, либо зоны обстрела снайперов, которых ты не видишь, но которые четко ведут огонь по тебе. Блин, до сих пор кто-то там, бедолаги на минах. Часто очень взрываются на минах в лесу поначалу. По-незнанке. Ну что, бежишь-бежишь, вроде не обращаешь внимания на эти таблички, эти тамины. И забил. Где находится письмо? Оно находится на старой территории. На старой территории леса. Ориентиром может вам послужить самолет упавший. Вот, и рядом с ним стоит такая небольшая... Даже не знаю, как ее назвать. Какое-то сооружение небольшое. И под ним лежит письмо. Забираем это письмо, и можно чесать на выход. В общем, от выполнения этого квеста... Точнее, от того, насколько удачный будет рейд. В лесу зависит выполнение, в данный момент, двух квестов. Это поручение вынесу ли письмо. Если я его вынесу, откроется егерь. И проба пера. На таможне диких я с горем пополам настрелял. Осталось две мурки вытащить. Ни одна мурка мне в руки не попалась. Поэтому я... Просто-напросто куплю их у егеря и сдам. Газоанализатор можно попробовать открыть. Я, если честно, вообще не слышу никакой стрельбы. Один выстрел только какой-то был, и то вдалеке. На новой территории. Так как я в наушниках. А выстрел едва слышно было. А если тут нет штурмана со светлоозерскими. А походу нет их. Уже бы кипиш подняли, наверное. Посмотрю картотеки. В картотеках часто спавнятся газоанализаторы. Вот что такое. Сахар забрать. Рюкзак не брал. И не брал его, потому что... Знаю, что если у меня будет рюкзак, я все равно начну места какие-то лоута проверять и так далее. У меня задача выйти с письмом из рейда основная. Поэтому иду с разгрузкой тритоном. Но в любом случае, если получится выйти, то выходить пустым я не намерен. Нет газоанализатора. Печально. А ничего. О, вот это вот продать можно будет. Глогубцы. Курточки обязательно лутаем. Вот сигареты. Изолента. Для убежища нужна будет. У меня же убежище вообще убогое. Смотрим дальше. Короче, чтобы не было соблазна особо тут долго теряться на локации. Поэтому мешок не брал. Соберу, сколько успею, барахла в тритон. Разгрузку. Разгрузка, в принципе, и так размером, как рюкзак. Небольшой. 9,18. Нету ничего. Ок. Внизу здесь, кстати, вон причал. Там тоже ящики есть, но там шутка открытая. Какая-то местность. Не хотелось бы там застревать. Не вижу ни штурмана, ни светлоозерских. Вообще никого нет. Рейд довольно тихий. Надо этим пользоваться. Так, пойду тогда в лесопилку, где спящий сидит. Посмотрю. И тут тишина. Что там у тебя, братишка? Понятно. Неужели утонули? А, нет, вон на палетах что-то лежит сахар, по-моему. Сахар вряд ли бы оставили. Аптечка. Нет, не только ЧВК, но и ботов. Я вообще ни одного бота не встретил. Может быть это знак? Ну, а что означает этот знак? Выходить с локации и чесать пока тихо. Ага, вот и пошла возня. Да, я второй бы тоже глушитель забрал. Возможно продать получится неплохо. Есть. Так, это что такое? Я не буду я это брать. Я боевик тут еще. У меня это пака. Толку с нее немного. Плюс у меня оптика. Я максимум что могу сделать? Стендальная дистанция. Меня кто-то преследует. Поэтому пошел-ка я лучше на окраину. Окрайину в принципе осталось там же. Остался там же выход, где и был раньше. О, пасеки добавили, смотри. Никого нет. Даже дом диких тишина. Ни одного бота. Что, все на минах подорвались что ли? Или там, на той территории, наверное, на новой бегают. Локация очень большая. Шанс на выживание здесь возрос просто в разы. Я на ПВЕ забежал пару раз, но я, если честно, особо-то и не понял, что к чему. Так, там уже перестрелка поинтереснее началась. СВД шлепает. Я вот не знаю, могут ли заспауниться, допустим, штурманы и его свиты. О, вижу. Есть кабанчик. Типа позднее рейдеров. ЧВК, я имею ввиду. О, кто-то еще. Промазал. Блин, ушел за сопку. Да и ладно, фиг с ним. Я думаю, что мне пробежку не засчитают, и предметы, которые я надыбал, будут с галочкой. Потому что если будет пробежка, то галочку снимут. Если я одного убил, да, в принципе, я картотеки полутал. Нормально, нормально. Главное, что я вынес письмо. Завершаем квест. Открыться должен у нас теперь егерь. Че-то егерь не открылся. Перезайти, может, попробовать? Че-то фигня какая-то. Пятый уровень апнул. Теперь я могу взять квест-снабженец у лыжника. Это 3М. О, серьезно, по одному надо 1-3М бронежилет. Держу одно, тос надо. Ой, вообще шикарно. Перезашел егерь, короче, теперь доступен. Есть знакомство, новый квест, по которому нужно принести сухпа искра, емеля, сухарики и тушенка говядина. Высокая банка нужна. 3-2-2, понял. Убежище у меня готов. Обогрет, я же заказывал стройку его. Закупаем мурки у егеря. Две штуки. И сдаем прапору. Вот так вот, за один рейд два квеста. Это здорово. Проверка на вшивость и поисковая миссия найти пропавшую автоколонну прапора. Обнажив временный лагерь Юсек. Ого. Что, это новый квест? Так, все, понимание есть, как этот квест выполняется. Заряжаю ЧВК и отправляюсь в лес. Я заспавнился примерно возле дома диких и тут недалеко. Старый выход ЗБ, 0-14. Тут я примерно ориентируюсь. В общем, сходил я пару рейдов в ПВЕ. Показывать это не стал. Смысла нет. На прокачку он никак не влияет. Но я сходил пару рейдов, посмотрел примерно, где находится автоколонна прапора и где находится стоянка Юсеков. Если внимательно прочитать описание квеста, о чем пишет прапор, то там становится понятно. Там автоколонна с буханкой, с Уралом. И где-то недалеко, говорят, лагерь должен быть Юсеков, раз они там именно напали. О, вот это вот хорошая штука. Тут никто не лутал. ВБ-33. У меня же как раз ВПО лежит в схроне. С цевьем, которое совместимо с этой крышкой ствольной коробки. Примерно я понимаю, куда надо идти. Побегал прям подробно. Теперь загрузка рейды в лесу. Опачки. Что за негодяй, гад. Поскакал по своим делам, да? Ну это хорошо, мне не нужна никакая боевка. Мне с моей пакой только кукурузу охранять. И от ботов не огрести. Он никак не с ЧВК воевать. Рейды в лесу сейчас очень долгие. По 50 минут рейды. Не помню, если честно, сколько до этого были. Ага, я понял, он там КПП бомбит. Там КПП есть, если помните. Но это, в принципе, старая территория, должны знать. Рейды очень дликие, длинные. Пару рейдов я сбегал за ЧВК в ПВЕ-шном режиме. И теперь есть понимание, где находятся и автоколонна, и лагерь Юсеков. Так что, куда идти? Я в курсе. Всё, он, скорее всего, уже ушёл. Уходи. А вот и новая территория. Раньше это всё было обнесено забором, и здесь были ворота в этой дороге. Теперь по этой дороге можно дальше пройти. А также к этой автоколонне можно, до этой автоколонны можно добраться, знаете, каким путём. Помните, Южный Авыход, где джип стоял, вот по этой дороге чешешь. И левее держишь. На развилке, по-моему, налево. На первой там. Вторая развилка тоже, по-моему, налево. Там, в принципе, всё увидите. Не заблудитесь. А с этой стороны, если идти здесь, нет каких-то заборов или чего-то ещё-то. Тут только эти таблички. Типа мины. Вон она, слева. Табличка. За неё забегаешь, ноги отрываются к чёрту. Одна мина, в принципе, не смертельна. Вторая всё на повал. И также есть территория, где вместо мин зоны обстрела снайперами. Ты просто и бежишь, бежишь. Но там тоже есть, конечно, свои эти указатели, что типа снайпера. Аккуратно, типа. Всё такое. В общем, вдоль края карты бежать. Главное, не выпускать из виду эти таблички, типа с минами. И вы ваккурат прибежите. На нужное вам место. Так, где таблички, чуть не упал. А, вон они. А, так я уже на месте. Вон, смотрите, на сопке стоит джип. Там и есть лагерь Юсеков. Вон там примерно. Готово. Под задачу выполнена. Поисковая миссия. Именно здесь лагерь Юсеков, где два джипа стоит. Тут можно поживиться кучей добра. Сейчас лута очень много насыпали, кстати, в лесу. И так как я взял с собой разгрузку и рюкзак, я не могу не побаловать себя каким-нибудь барахлишком. ПС-ки заберём. Сейчас дьявольски выручают карабины. Типа СКС. Типа ВПО на 7,62. Не знаю, что за хрень возьмём. О, серебряный шар, смотри, для ёлки. Прикольно. Что ещё? Статуэтка коня. Но она... Чё-то не дотягивается, ложится, наверное. Да нафиг она нужна? О, ещё ящик. Опа, а там что такое? Глушитель на столе что ли лежит? Модули какие-то. Заберу-ка я, наверное, шар в подсумок. Для Глока я с ним не бегаю. 7,62. Чё-то какая-то втулка, не втулка. О, 5,56. Хорошая штука. Вот эту вот штуку тоже бы забрал. Болты забрать. Это для убежища. Ого, это по квесту. Давай в подсумок сразу. Чё, потом за присадками кордура тоже хорошая штука. Надо убирать, короче, в подсумок. Саморезы тоже для убежища нужны будут. Еда. 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 Пожараться тут еды. Ещё в палатке, наверное, я... Да, вижу, ящик есть. Да и вот 19. О, такой же патрон, как у меня. ПСТГ же прям один в один. Можно сразу в своей докинуть. Блин, ну вот тебе беркут уже полный. В ближайшее место пришёл, посмотрел, пошакалил. И уже беркут полный. Ну, хотя тут половину выкинуть можно. ППшечка, как у меня. Заберём. Чё-то более ценное найдём. Скинуть-то всегда успеем. Заменим. Больше ничего, да? И на соседнем холме тоже есть лагерь. А он даже чуточку поинтересней. О, ещё один глушитель. 7.62 тоже на ВПО. О, получится, наверное, ВПОшку даже хорошенькую собрать. На первых порах это вообще будет класс. У меня же ещё впереди квесты с настрелом этих дикарей. А когда ты это будешь делать бесшумно, то это вообще сказка. ПБМ, сачок. Ещё какой-то компенсатор. Пилот. Эээ. Не. Фигня, а не прицел. Да, хлама тут насобирать. Рип-стоп, тряпочки. Тоже надо будет. Это для убежища. Можно пожрать что-нибудь? Чё, давай не будем в себя отказывать ни в чём. Чё, добро пропадать. Ещё ящик. Тут что у нас? Сайра. Фу, вот это вот мы заберём. По квесту пригодится. Блин, здорово, столько добра всякого можно насобирать. Квесты как посыпятся потом, как посыпятся. А у тебя уже всё готово. Только, правда, в схрон много не напихаешь. У меня схрон-то минимальный. О, нифига, эмка валяется. Одобряю. О, у меня же как раз есть этот. Глушила на неё. Ну-ка, пламя газ прочь. Ой, здорово, цепляется. Не нужен никакой переходник для этого глушителя. Ну, вообще нормально. Сколько там патрона-то есть? Почти полон. 855-й слабый патрон, но... Если чё, от ботов отстреляться беззвучно. Само то. Плюс мне эмка понадобится по квесту оружейник. Не помню, какой именно, правда. Ну, чем потом тратить? 50-60 тысяч примерно эмка стандартная стоит. Чем потом тратить? У нас уже будет готовая эмка. Ну, либо если что-то вдруг по деньгам туговато будет, совсем мы эмочку и продадим. Вот она, кстати, колонна прапорщика. Вот она, Урал военный. Вот она, булка разбитая. Всё, есть. Под задачу выполнена поисковая эмиссия. Квест готов к выполнению. Можно педалить на выход смело и сдавать. Квест. Ого, дрель. Электродрель изображать надо тоже. Так, это прочь, это тоже. Это оставим. Ну, так вот. Вот так вот. Всё отлично. И это заберём. В хозяйстве пригодится. Оба-на. Красота, да и только. Ну, да, классика. Засада поваленное дерево. Остановилась колонна. Колонну раздербанили. О, смотри. Радиовышка или что это? Вышка сотовой связи. А тут тот топает. Прямо берзи! Откуда ты взялся, нифига себе? Или я его не заметил? Прямо из ниоткуда вытряхнулся. Вон он, блядь! Вон он, гибачь его! Тихо, тихо, тихо. Ещё? Блин, у него перепели гримище. Вер, это же хабарище, это же лутище. Ну-ка. Подождите, не убивайте. Так, это что такое? О, 206-й ключ. Это же квест, который у меня вот-вот будет. Скоро откроется. Это же водолей квест выполняется. Нормально. Всё, нет, ещё ячейка. Что положить туда? А, ничего, пока. Так, надо запомнить. Закрень. Блин, капец, они шкелятся тут, офигеть. Надо запомнить, что под этой лэп... Ой, ёё, руку-то сломал мне. Выбил, точнее. Короче, под этой лэп есть... Чё полутать, и тут есть дикие. Макар. Как раз грузенцы. Ничего больше нет у него. Смотри, гранатный ящик. Оружейные ящики. Сок. Так, тут ещё и полутать есть чего. Где-нибудь бы мне укромное местечко какое-нибудь найти. Сейчас посмотрим, что там у него. Где пайхантер у него. Забрать мы его не сможем, да? Забрать мы не сможем, но я бы... Но я бы прицел забрал. Заберём, посмотрим сейчас, что там за патроны у него. О-о-о-о-о. Блин, смотри, тут бункер целый. Офигеть. Ну, это дикие подскочили. Кореша их, походу. Ладно, я тогда руку пришью. Сейчас отхилюсь. чтобы бодрячком вытрахнуться как жопой чувствовал взял с собой хирургический набор родникова не слышу но один точно наверху есть как пить дать шоколадка забрать сумка есть блин хорошее место и укрытие тут какое-никакое есть вот еще одно местечко вкусная в лесу появилась не хочет он спускаться вряд ли вам будет прям в самый низ сюда лезть не видно ни хрена как тут у нас по вижу лампу накаливания ой-ой-ой сотри нифига это же все мне надо для убежища забрать ох смущает меня то что там какой-то черт наверху лазит а еще тушенка да ну нафиг да лес приятно удивляет болты забрать так у нас тут чё по патронам то да фигня патрон тем более у меня пушек нет которые на этом калибре ну что где то тут ушел у него походу тоже бронеразгруз ну конечно с пистолетного-то патрона да еще и такого слабенького а еще один нифига за мешком сидится дыр хорош негодяй гад о вепр блин вот он стреляет не пугайте на это пуганы у меня складывать уже некуда этот вепр нам можно было бы прикарманить его заберем вот тебе пожалуйста третий четвертый класс бронежилета сейчас дает какой-никакой шанс но никак не моя пока если бы он еще разочек попал бы в грудак я боюсь что вот кинул бы копыта это точно это забрать а подожди а не забрать или забрать забрать и это на м куда да вот нормально благо так ну что я готов выходить будем искать сейчас выход это что такое нет не то о о е-мое чуть не прибежал смотри но с перегрузом теперь мне будет сложнее конечно передвигаться если честно не знаю где выход будем искать сейчас на вон какой-то то ли кпп то ли что дышимся пойдем попялимся чё это такое это ли мост это мост но выход походу тут не работает нет не работает выход болен твою мать чё так то мы пошли нуботропками тогда раньше вдоль забора ходил когда изучал карты теперь вдоль речки пойду хе ну бы тропинки снова в силе куда-нибудь да проведет это хутор раздолбанный опачки лампа опачки тройник хе-хе-хе-хе уже перегруз перевес нет все равно интересно чё там ну а мало ли оно вот так вот вроде бы идешь идешь и там газоанализатор сидит грустный ждет тебя а ты пошел мимо куда-то во своясь и там еще какое-то местечко может быть тут кстати выход за диких есть надо сходить диким в лес разок-другой побегать поглядеть еще ящичек ну дай газон ой ваще хлам когда так просишь обычно ничего не срабатывает опана крупец дикого а дикий ли это судя по всему дикий с топливом ёпрессы нельзя просто так взять и оставить топливо может что-нибудь придумаем а да конечно придумаем тут вон барахлище таблетки сюда шпроты сожрать можно ты где был в рейде садись покушает да нет я там наелся кваса кстати как квас работает мне интересно он дает самое как аквамарин давай попробуем 10 примерно используем одиннадцать а ну примерно столько же и прибавилось у меня гидрации ну кстати и энергию он тоже прибавляет и плохая штука поняну поняну примерно как бутылка с водой до действует что-то что-то примерно дошел до какого-то моста внимание знаю короче на этом мосту это и есть выход на мосту но здесь чтобы быть тебе нужно на джипе уехать а на джипе уже кто-то либо уехал либо он не загрузился просто бывает и такое что джипы не загружаются на карту ну то есть выход изначально уже не работает иду все так же вдоль этой речки до какого-то пляжа дошел деревушка какая-то рядом идем дальше а вот я и уперся в конец и тут какие-то ворота он есть но они больше похожи на выход за диких ей богу блин в натуре в лес можно за диких теперь ходить и вытаскивать хабар лес капец большой стал и более-менее безопасный не работает этот выход а вон выход на мосту выход 05 видите он красным говорит кто-то уехал на джипе короче минуты или полторы всего прошел и нашел я выход вон выход зона ограниченного доступа и исековский короче выход вот я и выход нашел северный пост оон от запомнить завершаем этот квест выжить и выйти с локации нужно оказывается как подзадача изначально ее не было барахла накопилось капец выгружать некуда да ёпрс это надо место в схроне короче подготовил я немножко места в схроне и решил сходить за дикого но не столько за лутом а хотя подожди у меня рюкзак целый бронежилет класса хорошего четвертого вообще я вышел в рейд если честно за дикого как раз еще и вечерком вечером они сами по себе рейды более-менее безопасные так как чвк они особо охотно идут в вечерние рейды быстро темнеет и мало приятного ходить по темникам но за дикого вечером вообще милое дело выйти во первых чвк не так много загружается изначально во вторых часть чвк которые загрузились уже покинули рейд и даже если до темников догуляешься то ничего страшного дикие тебя не трогаю ты же сам дикий а в рейд я вышел вообще по идее за ключом от наливника хочу сделать квест от прапора так как купить я его пока не могу у меня закрыт доступ к барахолке но я знаю где спавнится ключ вот спец техники это на таможне трехэтажное общежитие на втором этаже если помните там такая кровать лежит перемкнувшие две комнаты общаги вот там второй этаж вот она эта кровать и она как раз ведет в нужную комнату и в ней в желтой куртке спавнится ключ если никто его не забрал да ключ на месте шикарно ключ от спец техники вообще по хорошему я бы уже на тапочку даванул и свалил отсюда если если уж так уж но у меня есть броня у меня есть мешок да и вообще я с выстрелов почти не слышал на локации попробую еще газан найти может быть еще каких-то предметов либо квестовых либо для убежища на дыбы посмотрим давай картотеки чё нам гадом о пожалуйста лампа накаливания свет прокачивать будем а вот и стрельба тройник по квесту нужен будет где это наушников нет но это наверное старая заправка ой новая заправка примерно молочко пусто тут можно хавчик тоже найти может тушенка была бы нет ни хрена нет ни хрена нет ни хрена а вот она решетчатая дверь вот и картотейка здрасте настя что за ключик 105 комната хороший ключ не квестовый но он дает доступ к 105 комнате в двухэтажке и в этой комнате есть кей вы этот как его фамилия сейф а в сейфах можно редкие вещички найти в том числе в прошлом году в кейсах часто спал в сейфах очень часто спавнялись игрушки елочная мне хочется елочку собрать опробируем ключик сейчас посмотрю тут на улице машина есть в которой гранатные ящик что там какая-то хер там насыпано походу разобрались неются три нифига не разобрали а ну запалы ну ладно заберем запала запала горятся для бартера это мы так по фану выкинем дымовая ну раз тишина такая давай тогда и в двухэтажки посмотрим двухэтажки вообще лафа там целых три ящика с картотеками есть плюс 105 ключ же у меня есть и судя по всему вообще никто здесь не был кто ничего не лутал ящики сумки все закрыто кругом хабар оба че это чё а фигня они от дверца открыто по моему в душевую двери заперты изначально значит кто-то тут прошварнулся потому что транзитом типа мимоходом а может быть тут он до сих пор сидит где-то короче ушки на макушке я еще на лице к это маска смог понятно то такое сделал вот она 206 комната ну вот тебе и ключи не обязательно я радовался там ключу но раз на раз конечно не приходится в следующий раз когда я прибегу сюда чувака не факт что будет дверь открыта но если совсем все туго по ключам и прямо вот хочется сделать квест до того как прокачаетесь до десятого включения то можно в принципе подождать крайних таймингов в рейде сколько я не пытался сам это делать у меня не получается у меня все свербит охота где-то полазить это поковырять я не могу на месте сидеть такой вариант тоже имеет место быть дождаться более поздних таймингов и посмотреть 206 тоже вот эту комнату с водолеем таможня может быть уже открыто она обычно открыто даже если и не квесты делают там три компьютера сейф там наверху туда частенько заглядываю чувака блин пустая какая-то картотека учили как будто ее раздербанили джифон хорошая штука тоже по квесту если не ошибаюсь пригодится лампа накаливания еще одна нифига да я так скоро свет себе сделаю в убежище флешка вот вот это другой разговор флешка тоже по ней отдельный квест будет дрель электродрель забрать вот так вот так ладно пошакалю здесь в общаге еще чё там открыто не фигня короче нету нифига ничего особо ценного не нашел 105 комната еще плачет помню кпп диких кпп военные базы у меня выходы на кпп диких наверное пойду не густо там походу чвк диких настреливает одиночным лопит а по нему в ответку снайпер походу с крыши до листу бы понятно по ярче сделаю немножко попробую когда буду редактировать что-то вообще темень какая-то кромешное стало у мосина мосина мы заберем ничего ценного и все тайники практически облотаны так это сюда я постой мы можем забрать же и до сколько она 6 ячеек но 8 умещает о годится емеля кстати тоже по квесту же мне нужен для егеря вот так вот в отлично еще пару ячеек кираса кираса но она у меня четвертого блин броня кираса 3 все только мосинку забрать остается она еще и с оптикой спасибо братишка ну слишком уж темно я вообще практически ничего не вижу я постараюсь максимально выкрутить яркость когда буду редактировать чтобы вам хотя бы что-то было видно нормально даже ящик не вижу о гексагон вот это кайф на иска яску присобачим как со ска яской глушенной пойдем раздавать всем рызли ну все понятно короче есть у меня ключ от наливника есть у меня ключ от 206 и я думаю будет правильным отправиться в общежитие сделать квест для терапевта и для прапорщика она поскакал я домой